Как говорил академик Лихачёв, культурой должны быть пропитаны все. Новые поправки в Конституции как раз на это и направлены. И подробнее тему обсудим с нашим гостем, с Михаилом Масаевым, профессором кафедры культурологии КФУ имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро, Михаил Владимирович. Ну вот вы, как образованный человек, который работает на стыке двух культур, двух веков, так можно сказать, да? Многих веков. Многих, да. А вы что думаете по поводу того, что сейчас в законодательство, прямо в Конституцию пропишут то, что культура должна быть защищена? И вообще, почему этот вопрос возник? То есть, получается, раньше она не была защищена, и теперь её надо защищать? Ну, в принципе, сказать так, что культура не была защищена, мы, конечно, не можем категорически. Но из чего, в общем-то, исходили те люди, которые внесли, скажем так, вот это предложение о том, что культура как бы должна быть действительно защищена на законодательном уровне, в Конституции, в основном законе нашего государства. Дело всё в том, что вплоть до недавнего времени такие наши жизненные сферы, как культура, наука, образование финансировались по так называемому остаточному принципу. Вот. И мы надеемся, что если эта появка поправится, появится, да, и не только, в общем-то, мы, но и, скажем так, достаточно широкий, в общем-то, круг. И, скажем так, поэтому, если, конечно, вот эта поправка появляется, то мы имеем действительно, фигуративно выражаясь, определённую более высокую степень защиты. Естественно, по большому счёту, вот эта инициатива исходила от наших ведущих деятелей культуры и искусств. И один из самых ярких вот в этом отношении был Михаил Борисович Петровский, ну, знаменитый директор эрбитажа нашего ведущего музея. Это определённый бренд и в нашей стране, и в мире. Вот. И именно директор эрбитажа сказал, что поскольку культура – это своеобразные ДНК нации, то культуру мы должны защищать. Михаил Владимирович, вот прежде чем мы забежали дальше, хотелось бы узнать, если говорить более простым языком, термин «культура», что же он предполагает? Дело в том, что термин «культура» возник достаточно давно. Традиционная наука считает, что сам термин «культура» восходит к временам Древнего Рима. Когда, в общем-то, зарождалась, скажем так, и приобретала свою окончательную форму агросфера, первоначально был термин «агри-культура», потом приставка «агри» исчезла, и появляется термин «культура», что буквально означает «возделывание», «выращивание» и так далее. Сейчас, в общем-то, времена поменялись и сместились несколько акценты. Но сфера культуры до сих пор, в общем-то, наша, скажем так, одна из ведущих сфер, наряду с искусством, наряду с образованием, наряду с наукой. И культура в самом широком плане включает в себя очень многие вот эти компоненты. То есть сначала, в общем-то, потом появляется философия культуры по классической схеме, а потом, в общем-то, возникает культурология как отдельная научная дисциплина. И создание культурологии, в общем-то, как науки о культуре в узком плане относится к началу XX века, связывается именем американского ученого Лесли Уайта. Хотя это не совсем правильно, я неоднократно, в общем-то, это подчеркивал, потому что знаменитый наш соотечественник Николай Яковлевич Данилевский, это знаковая наша фигура, почему? Потому что он похоронен у нас в Крыму. И он считается традиционно создателем концепции культурно-исторических типов, или теории культурно-исторических типов. И вот эта концепция, по сути дела, она была революционной для того времени, потому что вслед за Данилевским этой же проблемой начали заниматься такие знаковые авторы, как Шпенглер, Тойнби и ряд других авторов более позднего времени. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, когда эту поправку внесут, что же это все-таки будет значить? Мы не можем сказать, когда точно, и внесут ли вообще эту поправку. Но мы все на это надеемся. Почему? Потому что Владимир Владимирович Путин четко согласился с мнением нашего круга, скажем так, деятелей культуры и искусств, и четко сказал, что поскольку, в общем-то, культура... Он согласился с мнением Михаила Борисовича Петровского, что культура – это доинканация. Говорит, поэтому мы всячески будем думать над тем, как нашу культуру защитить. Михаил Владимирович, к сожалению, время нашей беседы строго регламентировано. Вам хочется выразить благодарность за то, что так информативно подошли к этой теме, и за то, что это утро сделали добрым для наших телезрителей. Культурнее. Встретивай его вместе с нами. Тоже вам огромное спасибо. Но нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Михаил Масаев, профессор кафедры культурологии КФУ имени Вернацкого. Но мы продолжаем наш эфир, и прямо сейчас давайте посмотрим новости интернета.